В Иванове прошел первый Добродень. Два месяца назад ивановские волонтеры получили грант на реализацию масштабного добровольческого проекта. По плану четырех молодых организаторов, каждый год и весной и зимой в городе теперь проходят волонтерские акции. Первая весенняя волна добра растянулась на два дня. Получилось очень много площадок. Первый Добродень прошел, как я считаю, на отлично. Он начался еще вчера, 22 апреля. Площадки были задействованы, их 12 площадок было, если не ошибаюсь. Это раздача георгиевских ленточек, площадка на библиотеке на Крутицкой и еще множество разных. В качестве последней площадки выбрали школу-интернат номер один. Здесь учатся ребята с нарушениями слуха. Для тех, кто воспринимает мир только взглядом, разработали небольшой квест в формате эстафеты «Вопрос-ответ» и организовали подвижные игры. Мы приходим к детям, у нас уже подготовлено кое-какое задание для них, и все это будет проходить весело, в интересной игровой форме. Задания, конкурсы, после того, как дети их выполнят, они получат буквы, и из этих букв они составят слово «Добрый день». Вместе с волонтерами ребята вспомнили о правилах дорожного движения и о годе добровольца. Не обошлось без забавных танцев и, конечно, веселых игр. Ребята из волонтерского центра в эту школу-интернат приходят не в первый и уж точно не в последний раз. Здесь их всегда с нетерпением ждут. В этом году наше сотрудничество вышло на новый этап развития. Стартовал замечательный проект «Добрый день». И я думаю, что все, что ребята делают именно в рамках этого проекта, это новое. Это интересно, оригинально. По словам организаторов, первый «Добрый день» прошел очень успешно, а следующую акцию запланировали на 1 декабря. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.